Сегодня советские силы отступили или сдались в нескольких ключевых точках. Перейдем к подробностям. Не обольщайтесь, командующий. У Романова осталось еще достаточно сил. Советы возлагают большие надежды на исследовательскую базу на северо-востоке Юкатана. По нашим данным, они пытаются воспроизвести призменную технологию Эйнштейна. Место назначения — разрушенный город Тулум на Карибском побережье. Мы сбрасываем спецкоманду, которая поможет вам найти и уничтожить базу. Я думаю, вам понравится это, парни. Установление контроля над боем. Подождите. Всем привет, с вами Алексей Грозилайф, и мы продолжаем проходить РА-2. На очереди у нас достаточно сложная миссия, я бы даже сказал диверсионная, которую я уже прохожу очень много-много раз, и пока что не получается. Надеюсь, в этот раз у нас все с вами получится. Нам дают отряд морских котиков, которые легко справляются с пехотой, со зданиями, но вот, правда, не с техникой. Управление боем. Аккуратно продвигаемся вперед. Здесь, значит, небольшая застава противника, которую мы должны уничтожить. Сильно на рожом лезть не стоит, потому что здесь есть собачки, а собачки хорошо справляются с пехотой. Аккуратно проводим их. То есть даже, казалось бы, если знаешь, что делать, все равно эта миссия остается очень-очень сложной. Потому что против нас, соответственно, очень много войск противника, а у нас толком ничего и даже и нету. Командующий, спецкоманда освободила группу местных борцов за свободу. Они согласились показать нам расположение советской базы в обмен на возможность сражаться вместе с тобой. Я думаю, вы не возражаете. Конечно нет, мне любая помощь пригодится. Отправляем их в вертолёт. А самих инженеров отправляем вот сюда. Дело в том, что в верхнем углу есть здание, которое позволяет нам вызывать десант. Это, конечно, мелочь, но всё равно приятно. В нашем случае любой помощью пренебрегать не стоит. Потому что у нас очень мало войск. Захвачено технологическое здание. Вообще как бы нечестно, потому что у него есть и база, и куча войск. А у меня, по сути, ничего даже и нету. То есть немножко пехоты, немножко танков. Немного нечестно. Так, давайте их немножко вот так распределим. Всё, пусть они будут оборонять это здание. Сами техникой и пехотой продвигаемся аккуратно вперёд. Сейчас нам нужно найти какую-нибудь брешь в обороне противника. Иди сюда. Сейчас найдём какую-нибудь брешь. Попытаемся наломиться. Так, что там? О, бочки. Ну давайте продолбим здесь стену. Можно будет бомбануть бочкой потом. Вот инженеры, которые пытаются... Пытаются захватить это здание, но ничего у них не выйдет. Юнит повышен. Так, долби дальше. Ух, ничего бомбануло-то. Тут ещё и Харвейстер есть. Харвейстер это плохо. Нужен подъём. Он достаточно живучий. О, хорош. Высаживаем десант. Всё в порядке. Так, аккуратно продвигаемся вперёд. Сейчас посмотрим, где здесь... Что у врага находится. Ага. Значит, база. Вышка. Так, стоп. Наверное, инженерам пока рано ещё идти. Давайте здесь закрепимся. Да. Надо здесь получше закрепиться, посмотреть. Так, может вот это бомбануть? Забираем пехоту. Здание становится нашим. Он уже начал лупить по моей базе, но там всего лишь один пехотинец, ничего страшного. Пусть постреливает, я спокойно-то всё вычиню. Сейчас самое главное здесь закрепиться, построить побольше техники. Ну, пехот и техники, всего-всего остального. Аккуратно продвигаемся. Строительство завершено. Новые опции строительства. Так, защитные вышки. Юнит потерян. Ну, один пехотинец, ничего страшного. Строительство завершено. Пусть стреляет. Строит. На нашу базу совершено нападение. Так, значит, давайте завод по хорвестерам. Строительство завершено. Может это захватить? Нет, лучше я сейчас пока нарываться не буду. Пусть всё идёт, скажем так, как идёт. Пока сильно на меня он не реагирует. Нападение готово. Ремонтируется. На нашу базу совершено нападение. Сейчас самое главное закрепиться. Да, похоже, он на меня начал уже сильно реагировать. Блин, чертяга, что творит, а? Структура покинута. Юнит потерян. На нашу базу совершено нападение. Давайте бомбанём всё-таки этот завод. Новые опции строительства. Чтобы он мне тут танки под боком не строил. Юнит потерян. Строит. На нашу базу совершено нападение. Тесликов немножко. Юнит потерян. Как раз вот против техники. Добывающий комбайн под атакой. На нашу базу совершено нападение. Мне бы поскорее заказывать электрические вышки, если честно. О, отлично. Сейчас хотя бы их немножко построить, будет здорово. Так, это мой, не мой? Ага, вот мой Харвестер. Отводим, отводим. Его потерять вообще никак нельзя, потому что у нас он один. Сейчас ты мне тут допрыгаешься, чертяга. Давайте построим защитную вышку здесь сверху. Ну все, ребят, более-менее мы закрепились. Сейчас самое главное не потерять добывающий комбайн, а так, в принципе, все остальное, это дело наживное. Добывающий комбайн под атаку. Добывающий комбайн под атаку. Давайте ему бомбанем... А, стоп, у меня же здесь есть уже десантник. Сейчас мы ему бомбанем здесь все, чтобы ресурсы уже не добывал. Э, живи, живи, живи. На лоу ХП просто ушел. Пусть здесь тогда и остается. А, так, значит, завод надо по технике построить. Добывающий комбайн под атакой. Сейчас мы построим, соответственно, побольше хорвестеров. Ну как побольше, хотя бы еще две штучки. Готов. Так, чтобы не было ситуации, при которой я останусь вообще без экономики. Добывающий комбайн под атакой. Приказывай, мы делимся. Сначала запасно. Займемся. Добывающий комбайн под атакой. Добывающий комбайн под атакой. Как ты чертяга, а? Недостаточно средств. Юнит потерян. Все равно, короче, куда-то он возит эти ресурсы свои. На нашу базу совершено нападение. Строительство завершено. Завод по технике готов. Я даже не знаю, куда ляпнуть. Сюда допустим. Новые опции строительства. Закажем еще два хорвестера. А я и думаю, откуда у него столько пехоты? Он постоянно клепает и клепает ее здесь. Еще куча пехоты. Выбрасываем сюда подкрепление. Ты что, обалдел что ли? Ничего себе, завод по хорвестерам бьет мой. На нашу базу совершено нападение. Приказывайте, это просто. Только не взорвись. Прикрой меня, прикрой меня. А он сам-то не взорвется? Юнит потерян. Хорош. Вышки работают, у него здесь есть, получается, еще электростанция. Да они не справятся с ним. Юнит потерян. Ох, ни хрена себе ты. С тыла, главное, чертяга зашел. Так он сейчас так и будет долбить, что ли? Давайте сделаем немножко по-другому. Давайте поставим защитную вышку. Стоп, 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 срочно чинить. О, херевший. Прикиньте, одним хорвестером такой вытворяет. Это какое-то новое веяние в стратегии. Атака хорвестерами. Сейчас мы его забомбим. По идее, электростанцию надо еще одну построить. А, денег вообще нету. Хорош. Давайте сюда куда-нибудь. На нашу базу совершено нападение. Пытаемся вычинить. Здесь вроде все спокойно, все хорошо. Недостаточно средств. Окай, справились, наконец-то. Давайте, наверное, здесь их и оставим, потому что еще какой-нибудь дикий хорвестер приедет. Ну, конечно, вот у него завод этот добывающий. Давайте эти здания взрывать. Потихоньку, помаленьку. А, вон оно как. Понятно. Все с тобой ясно. Ну что ж. Давайте закажем тогда еще два хорвестера. В принципе, в принципе. Мы хорошо закрепились, потому что у противника нет базы, нет казарм. Он так получается вообще, что ли, не может ничего уже строить. Не, ну это хорошо, если это так. Здесь все спокойно, здесь тоже. Вот так аккуратно будем продвигаться. Наша задача просто добить уже где здания, которые у него остались. Ну, плюс еще, конечно, всех юнитов. Хорош. Сейчас этот хорвестер достроится сразу. Закажем тогда вот так вот танки. На лоу хп просто выжил. Ну, ничего. Сейчас у нас танки начнут строиться. Тебе уже ничего светить не будет. Давайте пока побегаем, наверное. Хотя нет, подождите, зачем пехотой? У нас есть специально для этого человек. Юнит готов. Ему бы как-нибудь энергию вырубить. А так, стоп. Давайте попробуем электростанцию заглушить сразу. Юнит готов. Так, вот это здание. Вот это. Черт, все-таки бомбанул. Так или иначе, танки у нас строятся. Уже три танка. Неплохо. Давайте сразу покатаемся ими. Надо вот это как-то зафокусить. Сейчас у нас танков побольше построится. О, смотрите, а вышки-то отключились уже. Ен-то хорошо. Что тут еще есть? Вот еще одна электростанция. Еще вторая электростанция. Юнит готов. Сейчас мы добьем электростанции и останется уничтожить у него атакующие вышки. Юнит готов. Вот еще бочки. Ага. Не так много у него уже осталось. И зданий, и техники. Как мы лихо с ним справились, да, ребят? Забежали сбоку так инженерами беспалево. Первая цель достигнута. Спасибо. А вторая цель, я так понял, что уничтожит все войска противника. Юнит готов. Такс. Все, теперь вот еще здание. Юнит готов. Каких-то крокодилов выпустил наружу. А второй вроде как на меня не реагирует. Ну, хорошо. Подкрепление готово. Юнит готов. Так, продвигаемся вперед. Здесь у нас, значит, еще защитные вышки. Сейчас вот так вот будем ездить от одной вышки к другой. Потихонечку уничтожать их. Юнит готов. Машина докладывается. Ты пока можешь долбить вот эти. К тесликам близко не подходим, потому что они, в принципе, неплохой урон по танкам наносят. Такс. Давай, давай, давай. Отлично. Юнит готов. Еще одна вышка. Где у тебя что еще осталось? Давайте поищем. Ага, вот еще ПВОшка. Я так понимаю... Ага. Хотел сказать, я так понимаю, что это последнее здание, но не тут-то было. Еще одну ПВОшку я заметил. Вижу врага. Жду приказа. Пути. Вижу врага. Готов, говоришь. Атака. Юнит готов. Давай, еще пару залпов. Вторая цель достигнута. Поздравляю, ребят, победа. Ну что ж, на этом все. Я понимаю, что, может быть, миссия выглядела простой. На самом деле, я переигрывал ее очень много раз. Миссия действительно сложная, если не знаешь, что делать. Да даже если и знаешь, то тоже бывают порой очень сложные ситуации. Но, тем не менее, мы справились. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok